во время путешествий очень часто случаются интересные такие моменты вот я заметил на когда ездишь на велосипеде маршрут то где-то после третьей сотни километров начинают происходить удивительные вещи будто бы сам приобретаешь некие такие способности для мгновенной оценки ситуации и как будто бы по мгновению палочки волшебной встречаешь нужных людей, помощь и замечено это было, что наступает на третью суть ну а если там тысячу лет проехал, то конечно там уже сто процентов случается вот был у меня такой случай в девяносто шестом году ездил я из Волгограда на Колыму и вот доехал до Омска, там объездная дорога и что-то мне стало коскило такая грусть ну прям слезы бьются и коленка болит, и никого знакомых нет ну и давай себе успокаиваться, вот так и так, вот у тебя еды полно ты можешь сейчас развести костер, тут на палатку поставить, еды наварить ну и как всегда у меня, как за правило было, когда грустно мне, я пел песню выйду ночью в поле с конем, и вот я запеваю эту песню и так, выйду ночью в поле с конем а трасса такая полупустая, объездная, ее тут построили, машин мало ночкой темной тихо пройдем и тут на обочине из кустов поднимаются три мужика с кружками у них, оказывается, там был пикничок и вот они приветствуют меня кружками и, давая рать, подпевать мне песню мы пойдем с конем по полю вдвоем мы пойдем с конем по полю вдвоем ну, конечно, произошло чудо сила оптимизм смех в общем, все закончилось отлично другого рода ситуации происходят и во сне был у меня такой случай ну, это случаев несколько было ну, вот я расскажу об одном ехал я из Санкт-Петербурга через Москву в Тамбур поздняя осень поздняя осень я значит выдался мне сложный день где-то Рязанская область там у меня рвется цепь проблемы с ремонтом я встречаю одну группу ну, назовем их разбойников потом вторую группу в общем, ушел от дедушки от бабушки ночь надо становиться на ночлег пасмурно я велосипед на плечо и ухожу в лесок а лесок такой березки, березки, березки а между ними лужи аферцы я только ступил на островок на один, второй ухожу висит мох паутина в общем, как в сказке и тут дохожу до островка метра полтора на два островок я стелю пленку просто бросаю коврик спальный мешок заворачиваюсь в палатку и сплю и вот тут происходит удивительное снится мне сон вот об я сижу спиной березки и смотрю окрестности вот так же березки так же лужи и тут замечаю в метрах в сорока от меня ко мне идет женщина высокая куда она берется за березки березки подвиняется и она переступает через лужу и идет ко мне ужас я понимаю что сона проснуться не могу и уже совсем когда она стала ко мне близко отходить я вспоминаю одну психотехнику резкого пробуждения в таких случаях можно резко проснуться чтобы во сне никто там не подкрался я просыпаюсь я лежу на спине укрытый и на лицо мне начинает капать дождь кап-кап-кап-кап елки-палки дождь начинает я быстро собираю спальник значит туда все подбрасывал завернул в пленку на багажник привязал плач на себя и на трассу выхожу ночь дождик два часа в общем все хорошо в другой раз я ехал ездил с Волгограда в Вологию и вот по Ярославле у меня тогда еще все жили живы были значит две двоюродные сестры и брат двоюродный и вот они меня я к ним заехал и они меня почуют картошкой с грибами ну я кушаю и спрашиваю у брата Борис вот ты мне скажи ты проработал 35 лет лесорубом да не просто лесорубом а бригадиром уж ты-то знаешь все пролез но он не он такой здоровенький такой мощный ну не все так ну что-то-то это а что тебя интересует а я ему говорю расскажи ты мне пожалуйста объясни что за хыка мне приснилось прям такая фотомодель шла ко мне а я так дурак и проснулся а он и говорит покажи я встаю и так же пока берешь берешь как будто бы за стволики березок наступаю широким шагом он пальцем на меня показывает и смеется аааа кики мара говорит я ему слушай Борис ты меня не пугай мне еще до Вологды 200 век он говорит это вы степняки там не знаете в лесу водится живут кикиморы живут лешие вот спроси у сестры что они делают когда входят в лес я спрашиваю у старшей сестры так и так что происходит как вы выходите в лес она мне и говорит мы идем в лес заходим в лес присаживаемся на пенечек делаем небольшой перекус и оставляем немножко еды на пенечке и говорим хозяин батюшка леший ты уж пожалей нас не води кругами не надо нам болота не надо нам чаще нам грибочки да ягодки да вернуться домой к деткам вот так так что если однажды мы с вами пересекемся в походе где-нибудь в лесу и в момент расставания прошу не удивляться когда я встану в сторону стоянки где стояла палатка буду говорить хозяин хозяюшка видимое невидимое спасибо приютили обогрели накормили я пойду дальше а вы уж тут живите мирно спокойно долго шутки шутками сказки сказками но ведь все космонавты летчики моряки тем более охотники промысловики все суеверные люди все верят приметам и стараются эти приметы не нарушать я еще вам расскажу о своих приключениях в другой раз до встречи прощай в в в Субтитры создавал DimaTorzok